Добрый день уважаемые трейдеры вас приветствует компания winoption signals и сегодня мы поговорим о стратегиях для брокера pocket option брокер бинарных опционов pocket option имеет многофункциональную торговую платформу для трейдинга и поэтому специально под данную платформу были собраны различные стратегии которые помогут новичкам начать свою торговлю на бинарных опционах все стратегии с данного раздела можно без проблем применять у брокера pocket option так как все индикаторы и графические инструменты которые в них используются есть на данной платформе некоторые новички могут не понимать для чего нужны торговые стратегии торговые стратегии дают каждому трейдеру намного больше возможностей для заработка на финансовых рынках ведь далеко не каждый может прибыльно торговать на чистых графиках не применяя какие-либо инструменты и на начальном этапе когда у вас еще мало опыта в трейдинге данные инструменты могут помочь вам в торговле все стратегии для бинарных опционов из данного раздела можно применять на различных экспирациях и найти можно стратегии как и для одной минуты то есть для турбо опционов так и для пяти минут или одного часа помимо этого также в данном разделе есть стратегии которые подойдут для использования системы мартингейла применение графических и свечных паттернов а также скальпинга если говорить более конкретно то в стратегии три канадца применяется скользящая средняя и простой паттерн price action а стратегия полосы боллинджера и rsi состоит только из-за одноименных индикаторов а в стратегии свечное поглощение совсем не используются индикаторы но благодаря эффективной свечной формации она все равно может приносить прибыль есть в этом разделе и среднесрочная стратегия на основе трех индикаторов которая подойдет для таймфреймов h1 и выше если в торговле бинарными опционами вы любите использовать трендовые линии то тогда вам подойдет стратегия технические линии которая основана на тренде и также не используют индикаторов тем трейдером которые любят уровни фибоначчи подойдет стратегия при помощи линии фибоначчи она подойдет для новичков так как не требует индикаторов а благодаря встроенному инструменту уровни фибоначчи позволяет строить их прямо на платформе брокера pocket option для любителей турбо опционов также есть специальная стратегия которая состоит из трех индикаторов и имеет легкие правила торговли и давайте теперь более подробно рассмотрим несколько стратегий а также совершим по ним сделки на платформе брокера и первым мы рассмотрим стратегию для pocket option полосы боллинджера и rsi как уже стало понятно данная стратегия состоит из двух индикаторов один из которых полосы боллинджера а второй rsi полосы боллинджера представляют собой ценовой канал с границами в котором актив проводит большую часть времени и пробивает их только в импульсные моменты которые бывают примерно в 20 процентов случаев во время флета цена очень редко может выйти за границы поэтому торговать можно только внутри канала боллинджер бэнд служит как фильтр для покупки опционов и как индикатор который указывает тренд индикатор rsi это осциллятор относительной силы который показывает силу движения и сигнализирует о возможном изменении тренда когда его показания находится в зонах перепроданности и перекупленности стоит отметить что данные индикаторы могут применяться довольно эффективно и по отдельности так как есть немало стратегий для торговли по полосам боллинджера или по rsi прежде чем перейти к правилам нам необходимо будет добавить данные два индикатора на график и первый индикатор который мы добавим это индикатор bollinger bands после его добавления необходимо поменять настройки и нужно поменять период на 20 отклонение на 2 индикатор rsi остается без изменений с периодом 14 и как уже говорилось ранее правила торговли по данной стратегии максимально просты для покупки опциона call необходимо чтобы цена находилась на нижней границе полос боллинджера а индикатор rsi находился ниже или рядом с нижним уровнем который равен 30 для опционов put необходимо использовать обратные условия и цена должна находиться на верхней границе полос боллинджера а индикатор rsi должен находиться выше или рядом с уровнем 70 экспирации которые можно использовать в данной стратегии равняются 1 и 5 минутам и зависят от выбранного вами таймфрейма то есть либо минутного либо 5 минутного если же говорить проще о данной стратегии то использует она зоны перекупленности и перепроданности а подтверждаются они благодаря индикатором а теперь давайте попробуем совершить несколько сделок по данной стратегии и посмотрим что из этого выйдет и и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И в ней используются два индикатора ARUN и скользящая средняя Если об индикаторе скользящих средних уже все давно известно То индикатор ARUN для многих все еще остается чем-то новым и непривычным Данный индикатор это осциллятор Который состоит из двух линий С положительными и отрицательными значениями Которые движутся в диапазоне от 0 до 100 Формула расчета работает по принципу учета баров После формирования максимальных или минимальных значений цены И как только какой-либо бар достигает максимальных или минимальных значений Индикатор достигает значения 0 или 100 Так как ценовые движения могут быть сильными как глобально, так и локально то индикатор может не доходить до максимальных или минимальных значений, формируя пики и впадины на любых уровнях, включая 30, 50 или 80. Если же кто-то из новичков не знает, что такое скользящее среднее, то этот индикатор просто отражает среднюю цену за определенный период. Перед тем, как обсуждать правила торговли по данной стратегии, нам необходимо добавить данные два индикатора на график. И индикатор ARUN остается без изменений с периодом 25, а в скользящей средней нам необходимо выставить период 30 и выбрать тип EMA. Правила торговли по данной стратегии также просты. И для опциона колл необходимо, чтобы цена находилась выше скользящей средней, а синяя линия индикатора ARUN должна пересечь красную снизу вверх. Для покупки опциона впут необходимо, чтобы цена находилась ниже скользящей средней, а синяя линия должна пересечь красную сверху вниз. Экспирация, которую можно использовать, равняется 1 минуте и 5 минутам. И если вы торгуете на графике M1, то используйте экспирацию в 60 секунд. А если торгуете на графике M5, то используйте экспирацию в 1 свечу или 5 минут. А теперь давайте попробуем совершить сделки и по данной стратегии, и посмотрим, что из этого выйдет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Несмотря на то, что данные стратегии для брокера Pocket Option смогли принести нам прибыль, каждую выбранную вами стратегию необходимо протестировать на демо-счету. И только после того, как вы проверите ее, а также поймете полностью, как она работает, переходите на реальный счет. Кроме этого, не забывайте про правила money management и risk management, так как они очень важны в трейдинге и помогут вам сберечь ваш депозит. Также, если вы хотите использовать более профессиональные и авторские торговые стратегии для бинарных опционов, посетите наш раздел со стратегиями, в котором вы найдете как платные, так и бесплатные стратегии для бинарных опционов. Данные стратегии используются в терминале MetaTrader 4, но вот сигналы по ним можно использовать абсолютно у любого брокера бинарных опционов. Если данное видео было для вас полезным, то не забудьте поставить лайк, а также подписаться на канал и нажмите на колокольчик, установив уведомления для всех видео, чтобы не пропустить обсуждение самых интересных тем с нашего сайта. Желаем удачной торговли!